Солнечная панель Это куски кремния, заключенные под стеклом в алюминиевый каркас Эти квадратики это кремниевые панели Они состоят из нескольких слоев кремния, зажатые между проводящими дорожками Это Вячеслав Межарьов, 37 лет, экономист, любит новые технологии, кайтсерфинг и все экологичное Слава один из первых украинцев, кто установил сонечную электростанцию у себя дома Это первый эксперимент, 3-киловатная станция, система резервного питания для дома С четырьмя аккумуляторами по 150 ампер часов Она выполняет функцию резервирования дома и продажи энергии по зеленому тарифу А это Максим Брозинский, 35 лет, после АТО променял продаж банковских услуг на продаж сонечных батарей Хочу донести людям, все, время угля, нефти проходит, приходит другое время Приходит время сонечной энергии, электромобилей Как перестать много платить за светло и даже налагодить продаж электроэнергии державе? Что такое зелений тариф? Какие плюсы и минусы установки сонечной станции в приватном доме? Это бизнес-план про сонечные электростанции Ринок сонечных электростанций для Украины новий Повний незрозумілих процесов та понять, тому ми попросили эксперта галузя Простими словами пояснити найважливіше Знайомтеся, Олексій Михайленко, 26 років Менеджер проектів в Гринкубатор Організації, яка займається розвитком альтернативної енергетики в Украине Как работает производство электричества? В верхнем слое кремния есть множество электронов В нижнем слое кремния их нет Как только солнечный свет, фотоны падают на кремний Электроны начинают бегать из своих насиженных мест в пустые Таким образом создается электрический ток Солнечные панели вы подключаете к инвертору Кроме этого, сетевые станции позволяют подключать инвертор в электрическую сеть Так, в принципе, работает примитивное устройство солнечной электростанции У 2014-му в Украине установлено всего 21 новую солнечную электростанцию Но в конце этого года и в 2015-му, когда украинцам позволили подвищать энергопотужность здания Из 10 до 30 кВт, все изменилось По состоянию на третий квартал 2017 года всего во всей Украине было подключено 2323 домохозяйства В сумме это 35 мегаватт На самом деле это абсолютно незначительное число Если сравнивать с такими странами, как Германия, то там домашние станции занимают около 30% всей генерации в измерениям к источникам У нашей домашней станции это всего 2% Показано, что за 9 месяцев этого года украинцы побудовали уже половину от этого количества солнечных станций, что было побудовано за предыдущие 3 года Какие драйверы вообще начали привлекать людей ставить солнечные электростанции? Во-первых, немного устаканивалась ситуация на рынке после событий 2013-2014 года Люди стали искать альтернативы, курс гривен упал, евро стал привлекательным вложением И солнечная станция дома гарантирует доход выше, чем любой депозит в валюте Плюс к этому значительно упала цена на солнечные панели и инверторы Слава став одним из первых украинцев, кто самостоятельно установил солнечную станцию у себя дома И первый, кто подключил зеленый тариф и начал зарабатывать на продажу электроэнергии С моим будущим партнером, ну, ребят еще электриков пригласили Разбирались чуть-чуть, вместе сидели, разбирались Ну, это же все оборудование не хай-тек, тут вопрос правильной логики использования этого оборудования Проектирование важно, то есть систему, с вами в комплексе Оборудование тут все достаточно примитивно, более-менее Одна станция, это 3 кВт, это до 30 кВт Вот сейчас 360 Вт вырабатывает эту паспортную погоду Завдяки станции Слава перестав залежать от взрывов подачи электроэнергии и от плати за рахунками Больше того, половину энергии, яку виробляла станция, Слава продава в державе за зеленым тарифом Зараз пояснимо, как Как зарабатывать на солнечной домашней станции? Для этого существует специальный тариф для возобновляемой энергетики Так называемый зеленый тариф Это специальная цена для электричества, получаемая из ваших солнечных панелей По которому у вас покупают государство ваше электричество Тариф, привязанный до евро, и становить 18 евро центов за кВт Після установления первой станции про Славу сняли несколько телесюжетов и написали десяток статей После чего до него за порадою начали приезжать люди Приезжают и до сих пор Добрый день Добрый день Слава Коля, очень приятно Так, ну в принципе это есть наш дом Давайте я вам покажу и расскажу, какие у вас есть вопросы Слушайте, у меня такой вопрос У меня есть дом небольшой в районе 80 квадратов Вот есть дом, я примерно потребляю, сейчас скажу Ну 500 кВт, это типа в месяц у меня уходит среднее Может быть больше, когда ремонт начинается, вот такие типа штуки Есть ли смысл ставить? Получается по деньгам у меня где-то в районе 700-600 гривен в месяц у меня уходит на электричество Ну так скажем, при инвестициях 15 тысяч долларов, если у вас есть возможность установить такую мощность Это станция около 15 кВт Вы будете получать около 10 тысяч гривен в месяц То есть в месяц Сегодня Переделаю чуть крышу, будет большой навес из панели Будет 30 кВт станция А ще пізніше вирішив зробити з цього бізнес Чи став він успішним, дивіться далі у бізнес-плані У 2016-му Слава створив компанію КБ Енерджі, де за рік підключили сонячні електростанції на 50 об'єктах Включно, наприклад, з ось цією станцією на 88 кВт Як і у випадку зі своєю домашньою СЕС, Слава першим у Київській області підключив до зеленого тарифу електростанцію для юридичної особи Оформлювали зелений тариф півроку Ми перед тим, як братися за роботу в любой об'єкт, т.е. це у нас изначальний уровень культури і подходу нашій компанії, наших інженеров Ми робимо предварительний технічний просчет цельсообразності і конструктивного рішення непосредственно на об'єкті Тут була задача взяти, розмістити максимальне кількість генерируючих панелей Добіться максимальної можливості при сложному скаті з криші І при цьому не нарушити нормальну архітектурну сайбель самого об'єкту Інженер наш зробив візуалізацію Також в рамках цього візуалізації ми робимо технічний просчет виробітки всіх сегментів сонячних станцій В такому виді людина отримує предварительне комерційне продовження Розглянемо комерційну пропозицію для електростанції на 10 кВт І дізнаємось вартість проекту, терміни окупності та розмір прибутку Щоб встановити станцію Василю Васильєву необхідно 70 квадратних метрів поверхні даху Вартість проекту під ключ об'їздяться у 10 тисяч 800 доларів Сюди входить обладнання, матеріали та роботи монтажників Окремо він заплатить 440 доларів за заміну електролічильника Щорічно Василь Васильєв зможе отримувати енергії на суму 1700 євро А окупити проект зможе за 6-7 років У 2017 році Слава пішов іще далі Тепер він не лише продає електростанції для будинків, але і будинки з вмонтованими сонячними панелями Зачастую, звісно, просто будинки будені не так, зовсім Вони абсолютно не енергієфективні, орієнтація на сонце не дозволяє сплантувати якусь систему І, якщо чесно, проще эту коробку просто демонтувати, построити заново Тому що стоимость систем достатньо дорога Там є системи, які по 300 тисяч доларів А люди патаються на домик з коробкою і з недорогою землєю поставити Общу стоимостю 20-30 тисяч доларів таку ж систему Це все одно, що на «Запорожец» приделати двигателі от «Феррари» Тому я рискнув і ми близько року займалися проєктування внутрішніх систем І в цьому році рискнув власними гроші І почав струвати пілотні проєкти, щоб відкатати технологію, як і з сонячними станціями Сначала на власних проєктах Будинка з електростанціями – це новий на ринку нерухомості продукт Тому Слава ризикує власними грошима Але чи можливий взагалі бізнес без ризику? Фішка, кстати, большая задняя часть От перекрита повністю Ну що зробили? Строївники, звісно Тут буде балкон з второго этажу Виходіть сюди І тут буде ось така вторая частина Тут кухня летня І тут буде вторая частина І ще балкончик такий А від відтуда, бо все, красиві, мабуть, просто на від Станція 20 кВт буде виробити близько 100 тисяч гривень в рік А потребання на тепло, на обогрев будинок і дірячої води Буде составляти 6-8 тисяч гривень в рік Для того в флюсі буде близько 90 тисяч гривень Коштувати такий будинок буде близько 100 тисяч доларів Але, як і у випадку з домашньою електростанцією Спочатку Слава перевірить усе на собі Чи вийде у нього продати ці будинки, дізнаємось пізніше А зараз розповімо про іншого підприємця, який тільки починає займатися альтернативною енергетикою Максим 13 років пропрацював у банках У 2014-му добровільно пішов в АТО Коли повернувся, зрозумів, що у банк більше не хоче Після того, як я пішов в АТО Я пішов туда добровольцем Наверно, що-то зменілося в голові Мені захотелось каких-то змінений в собственій житті Я розумів, що я далі не хочу займатися тим, чим я займаюся І я шукав для себе удовольствие мені і пользу іншим людям Не знаю, відкуди це з'явилося, раніше я об цьому не задумався Мені в полі зрення потрапила, скажімо так, альтернативна енергетика Мені завжди цікавали якісь такі технології, які ведуть нас вперед Максим почав вивчати інформацію, пішов на курси та незабаром відкрив свою компанію «Природна енергія» Ми встановлюємо сонячні батареї, монтуємо сонячні колектора Все, що зв'язано з отопленням, з альтернативною енергетикою – це до нас Першовне вкладення було витрачено близько п'яти тисяч доларів На сайт, на наповнення його, на ту ж графіку Бізнес поки не вийшов на окупаємість самостійно Спочатку Максим пробував користуватись банківським досвідом продажів Протягом року продзвонював клієнтів, зустрічався із ними, але зрозумів, що це не було Що краще в власних гроші – у просування сайту За рік обращення було близько трьохсот, мабуть, реалізованих проєктів На сьогоднішній момент близько десяти Три з них – це по сонячним батареям Многі люди, які приходять з запросами, вони не розуміють, що можуть представляти з собою сонячні батареї, що вони можуть їм дати Дуже багато запросів, зв'язаних з сонячними батареями, коли люди хочуть отопити будь-як з сонячними батареями Растуть коммунальні платіжі, люди хочуть від цього, естественно, яким-то образом уйти Итак, ви решили поставити сонячну станцію себе вдома? Вам для цього не потрібно не оформляти ФОП, не оформляти юридическую компанію Ви выступаєте як физическое лице Первым делом ви монтируєте станцію себе на крыше, як би це странно не звучало Ви іщете подрядчика, ви оплачете роботи і ви устанавливаєте станцію После цього ви подаєте заявлення на подключення в Облэнерго Облэнерго по закону не може отказати вам в подключенні вашей сонячній електростанції После цього Облэнерго рассматриває ваше заявлення і видаєт вам техніческі услови на подключення Вони є відповідальними за подключення вашої станції Ви оплачуєте счет, який виставляє вам Облэнерго І вони проводять всі роботи по подключенні После того, как всі роботи проведены, всі счета оплачені Ви заключаєте договор з Облэнерго на продажу електричества по зеленому тарифу Соответственно, по закону зеленый тариф у нас действует до 2030 года То есть договор подписывается до 31 декабря 2029 года А что нужно, чтобы продать эту послугу установку сонячных панелей? Это вот наш сайт Мой невидимый менеджер, про который говорил, который занимается постоянно активными продажами Что мы делаем, куда мы вкладываем деньги Какие-то там картинки, то есть вот эти вот тексты, которые пишут нам журналисты Текст на сегодняшний день может стоить от 2 до 5 долларов за 1000 символов Вот такой вот видеоролик сделали, который нам обошелся, по-моему, порядка 100 долларов Мы приготовили порядка 3 штук Тексты в месяц могут быть там 20-30 текстов И незабаром просувание сайту дало свои плоды Мы сейчас едем к одному из наших заказчиков Его зовут Игорь У клиента периодически пропадает свет Это дачный кооператив И это у них случается несколько раз в неделю В августе месяце мы установили ему автономную солнечную электростанцию Здравствуйте Здравствуйте Спасибо, что заглазили из нас принять Это поликристаллические панели 270 ватт Производитель компания JASOLAR, Китай Этот проект я, в принципе, задумывал как альтернативный источник питания Для того, чтобы не зависеть от внешних факторов отключения электричества, перебоев Это помогает мне экономить И на самом деле инвестиция в будущее Когда уже я определился и был уверен в том, какие компоненты будут Процесс занял где-то 2-2,5 недели воплощения Стоимость оборудования комплекта в районе 3,5 тысяч долларов Плюс монтажные работы У нас семья небольшая, у меня двое детей, супруга Мы закрывали 80% наших энергетических потребностей с помощью этих панелей Какой принцип? У нас наверху стоят солнечные батареи, как вы уже видели Здесь проведены через вентиляционную шахту кабель, солнечный кабель Подает на инвертор постоянный ток Внутри стоит резистор, который преобразовывает постоянный ток в переменный Мы можем напрямую подавать сразу же на электроприборы, которые стоят в доме Он работает в автоматическом режиме Он здесь показывает графически, с какого источника питания он потребляет энергию На данный момент мы видим две солнечные панели и аккумулятор наш В данном случае аккумулятор полностью заряжен от солнца и все питание в доме происходит от солнечной энергии В данный момент он переключился, не хватило солнца, поэтому он взял энергию из сети Месяц тому Максим отримал еще одно важливое замовление, якое совсем скоро будет реализовано Мы сейчас находимся на одном из наших объектов для компании «Организация дорожного движения» Как вы видите, вот установлена сейчас одна остановка Здесь будет рядом установлена еще одна, на которой мы планируем установить по две солнечные батареи Которые будут обеспечивать автономное освещение в ночное время на этой и соседней остановке Срок реализации, ну сейчас уже это порядка полтора месяца А термін окупности 7-8 лет, проект обидится замовнику у 2000 долларов Через две недели будет установлена вторая остановка и мы приступим к монтажу нашего оборудования Вы сможете приехать уже отснять сюжет Розумні зупинки – идея, яка припала до смаку не только украинцям, але й чехам На перший погляд, це звичайна лавка, але якщо придивитесь, тут є USB-порт і безкоштовний Wi-Fi На поверхні встановлено сонячну панель, завдяки якій лавка отримує заряд Рік тому мерія Праги створила оператора информационных технологий, який підтримує розробку Smart City Одним з перших грантових проєктів стали розумні лавочки Ми брали участь у конкурсі та виграли На конструкцію матеріали і роботу персоналу над першою лавкою пішло 12 тисяч доларів Мерії інших міст поки не поспішають інвестувати гроші у такі пристрої Щоб сонячну панель ніхто не подряпав і не зламав, найскладніше було знайти матеріал для покриття В результаті одна шведська фірма розробила для нас так зване куленепробивне скло На цьому розробники не зупиняються і конструюють уже нову техніку Поки навідаємося до Слави і дізнаємось чи продав він хоча б один будинок в сонячну електростанцію Тобто клієнтів, є хлопці, які зараз готові під заказом заказувати нові будинки Є хлопці, які готові вкладатися в текущий проєкт будинок Слухайте, а сьогодні склажина не буде бурити? Будемо, тоді нас і снімете Сироковички, а коли почнемо сироковички бурити? Сироковички завтра Минуло два тижні, саме час дізнатися у Максима, як просувається монтаж сонячних батарей на зупинках Їдет монтаж запланированной нашей автономной станції, которая будет обеспечивать освещение на этой остановці Внизу вы видите бокс герметичный, в котором будут находиться аккумуляторные батареи, дабы продлить их срок Потому что слабое место любой автономной станції – это аккумуляторные батареи Они не любят перепады напряжения Сейчас вот так же идет монтаж освещительных приборов Это светодиодные лампы Мощность каждой лампы 9 ватт, но при этом освещения будет достаточно Также вы можете увидеть USB розетки, которые мы установили Здесь люди смогут заряжать свои телефоны Ну вдруг у кого-то разрядился и он ждет свою маршрутку Из сечня 2020-го ринок сонячных электростанций может загальмовать Зелений тариф должен впасти с 5,29 грн до 4,75 грн Звідси запитание, яке же майбутнє зеленой энергетики в Украине И чи варто вкладывать деньги в сонячные станции? При текущей динамике развития рынка домашних сонячных установок Я думаю, что до конца 2019 года мы можем ожидать общего количества домохозяйств с домашними панелями примерно на уровне 8 тысяч семей Инвесторы привлекают высокие ставки зеленого тарифа в Украине Поэтому все стараются успеть до 2019 года, когда зеленый тариф уменьшится Как на приклад у випадку із найбільшою приватною сонячною станцією у Київській області Станція розміщена на 13 гектарах землі Це площа 21 футбольного поля И складается из 22 тысяч сонячных модулів Что виробляют 6 мегаватт энергии Цієї потужності достатньо, щоб забезпечити енергію 3000 приватних домогосподарств Або 615 тысяч 10-ваттных LED-ламп Сума инвестиций в проект 48 млн евро Украина идет по дороге Европейского Союза Меняет угольные станции на более современные, на более надежные, на солнечные Сегодня открываем первую часть Это 6 мегаватт На самом деле у нас плани здесь построить 50 Но мы очень осторожно открыли 6, подключились 50 мегаватт – це заміна 900 вагонів спаленого вугілля на рік Або 30 тысяч зрубаних дерев У Максима, на відміну від попереднього прикладу, немає мільйонних инвестицій Тому він йде у банк, щоб укласти дуже важливо для себе та своїх клієнтів угоду Добрый день, Максим Олег Я много слышал о вашей программе «Экокредити», моя компания «Природная энергия» Нам очень интересно привлекать новых клиентов И позволить им, возможно, не сразу платить за станцию, которая будет им приносить деньги А какую-то рассмотреть вариант рассрочки Я вот решил сам лично обратиться к вам в банк И понять, что это за программа И что нужно для этого, чтобы наша компания также стала вашим партнером Весной этого года мы реализовали новый продукт, который называется «Экоэнергия» Это кредитный продукт, который позволяет домохозяйствам, физическим лицам Брать кредит для установки солнечных батарей Для того, чтобы партнер стал нашим партнером Ему необходимо провести так званую аккредитацию Да, я вот хотел бы поподробнее просто понимать для себя, что надо Когда мы оцениваем партнера с точки зрения того, чтобы с ним работать дальше Мы всегда проверяем его деловую репутацию Сколько он работает на рынке, сколько проектов уже установил Установил солнечные станции, да, количество У нас есть определенные свои нормативы, скажем так Это от 10 установленных электростанций для физических лиц Моя компания, она не такая большая, как вы говорите, большие, огромные проекты У нас нет таких проектов Мы работаем чуть больше года, как установщики уже, да И у нас на сегодняшний день вот реализовано 5 проектов Вот сегодня буквально монтируется шестой объект То есть мы можем даже съездить посмотреть, если надо Мы вот хотим попробовать вот эту программу эко-кредиты Есть ли у нас шансы, при том, что мы пока маленькие Максим, у вас есть шансы, на самом деле, если вы за год реализовали более 5 проектов Это говорит о том, что вы динамично развиваетесь Это говорит о том, что вы нам интересны И, скорее всего, у вас есть клиенты, которым интересен наш продукт, эко-энергия Я не вижу никаких препятствий вашей аккредитации Угоди досягнуты Я сейчас уже провожу переговоры, то есть я расширил уже там сейчас вопрос по земле И я планирую там в очень красивом месте, там как раз идеально подходящим для использования тепловых насосов Сейчас развивать тему масштабирования еще минимум 5-6 домов на следующем году Бизнес сонячных электростанций – это модель ВИНВИН, тобто у виграши обидві сторони Виконавец заробляє на реалізації проекту, замовник на продажу електроенергии По суті, замовник, купуючи электростанцию, сам стає бізнесменом У виграши від двоих цих бізнесів і ми з вами Адже чим більше сонячних станций, тим більше у лісах зелених дерев И свежіше повітря